Сколько вы играете в компьютерные игры? Учитывая, что игровой индустрии уже больше полвека, наверное, давно. И вот скажите, вам не надоело? В смысле, в любом ремесле рано или поздно начинается застой креативности, потому что держать темп революции на постоянной основе — задача непростая. Говоря про игры, мы уже можем это наблюдать, как многие игровые студии скатываются в самоповторы и стремятся к конверной направленности. Но это всё на самом деле процесс закономерный. И я вам скажу больше, мы далеко не в начале становления игр формул. Наверное, трудно в это поверить, но они были и раньше. Скажу даже больше, всё было куда хуже, чем сейчас. Например, аркадные автоматы. У кого-то они ассоциируются с прекрасным времяпрепровождением за Пэкманом, Space Invaders, Данки Конгом, но на самом деле эти игры сделаны далеко не для того, чтобы дарить положительные эмоции игрокам. Ведь главной их сутью являлось простое зарабатывание денег. Чем больше жетонов будет в автомате, тем больше будет прибыль у изготовителя аркады. А чтобы жетонов было больше, нужно было совершать больше повторных сессий. И для этого разработчики игры шли на самом деле на довольно подлый трюк. Они искусственно завышали сложность, чтобы игрок, как ему казалось, чаще совершал ошибки и наблюдал ненавидимую надпись Game Over. Но при этом, даже используя такие махинации, спустя время издатели теряли прибыль. И было на то две причины. Простое превращение игры в рутину и оттачивание навыков игры. Ведь играя лучше, меньше проигрываешь. Соответственно, и жетоны из карманов исчезают не с такой скоростью. В общем, перед издателями встал выбор. Либо просто продолжать создавать новые и новые аркадные игры, тратя и без того к тому моменту опустевшие бюджеты, либо попробовать рискнуть и пойти по еще не протоптанной дороге. Они выбрали первое. Ведь риски не всем по душе. Но новаторами стали сами игроки. Ведь внезапно им наскучили повторяющиеся от залу к залу аркадные автоматы. И они решили внести немного разнообразия. А если конкретнее, в Массачусетском технологическом институте группа студентов решила опробовать свои навыки в разработке игр. Но средств на полноценное создание игры просто не было. И они решили попробовать не создавать с нуля, а переделать уже существующие аркады, при этом не меняя начинку. Таким образом, в 1981 году им удалось переделать игру My Cell Command от Atari. Они добавили возможность атаковать корабли и НЛО. Свою модификацию они записали на отдельный модуль памяти, который подключался к основной плате. И активно начали распространять свое творение. Именно тогда и началась вся история с авторскими правами. Судимостями и прочей бюрократии. Ведь разработчику Atari подобный перформанс не сказать, что бы понравился. Они подали в суд на студентов. Но ребята, похоже, были отчаянные. И прямо во время судебных тяжб с Atari сделали еще одну модификацию. Но уже для Пэкмана. А именно, они улучшили искусственный интеллект противников, перерисовали спрайты, анимации и добавили аж 4 новые карты. Модифицированную игру они назвали Crazy Otto. При этом предыдущие ошибки учли и напрямую обратились к американскому дистрибьютору Namco, создателю Пэкман Midway. На удивление, они дали добро на разработку, а сам директор Namco, Масая Накамура, дал комментарий по поводу внешнего вида обновленного персонажа. У нового героя довольно длинные ноги, а это противоречит образу Пэкмана. И чтобы угодить всем, новообразованная студия, состоящая из студентов General Computer Corporation, изменила образ Crazy Otto. Именно так и получилась Miss Pacman, женская версия Пэкмана. В дальнейшем положительный отклик западной аудитории убедил Namco включить модификацию в официальную линейку оригинальной игры. Но это все история про аркады. Как там обстоят дела с самым боярским аппаратом. Персональные компьютеры. Ну, параллельно с аркадами начали появляться полноценные игры и на стационарной ПК. Они в то время были не особо распространены, но ситуация резко изменилась в 1977 году, потому что на потребительский рынок вышел Apple II, а на него вышла целая телега занимательных проектов. Первый, кто решил их модифицировать, были два старшеклассника, Эндрю Джонсон и Престон Невинс. Они решили, что неплохим поводом для создания модификации будут смурфики. Если конкретнее, ребята их ненавидели и хотели продемонстрировать свою ненависть через призму компьютерных игр. Их первой модификацией стала Dinosmurf, переделанный платформер DinoX, разработанный Дэвидом Шрейдером. Впоследствии он высказался крайне положительно об их проекте, и юморок ребят заценил. Потом они еще сделали модификацию для игры Castle Wolfenstein. Но это все равно далековато от нашего времени. Настоящий прорыв в моддинге произошел в 90-х, после выхода в Wolfenstein 3D. Кто-то смог получить доступ к исходникам и заменил спрайты врагов на персонажей из на тот момент популярного ТВ-шоу Барни и Друзья. Тут бы произошла очередная история с судебными тяжбами, если бы не Джон Кармак и Джон Ромеро. И хотя эти действия поражали и интриговали Ромеро и Кармака, их обуревали сомнения насчет разрушительного влияния модов. Игрокам приходилось удалять исходный код Wolfenstein и заменять его собственными изображениями. После замены врага на Барни быстро вернуть противника уже не получалось. Тезки, Кармак и Ромеро решили сделать свой следующий проект таким образом, чтобы, если пользователю взбредет в голову заменить спрайты, например, на овечек или музыку на шансон, структура файлов игры не позволит игре выйти из строя. Более того, Кармак в открытый доступ выложил исходный код рабочих инструментов для редактирования уровней в Doom. Этим поступком он дал модерам неисчерпаемую свободу для творчества. У геймеров не было доступа к графическому движку Кармака. Однако, своими действиями он не просто передавал им метафорические ключи от машины. Это был неблагородный, а идеологический поступок. Жест, который воодушевлял людей и тем самым ослаблял хватку корпораций. И хотя с выхода Doom прошло уже 30 лет, мода для этой игры до сих пор дышит полной грудью, а сообщество продолжает создавать модификации самой разной направленности. Но ни одним Doom'ом едины. Через 5 лет выходит первая Half-Life в студии Valve. Интересна она тем, что игра сделана на модифицированном движке Doom'а, а в качестве первых сотрудников студии были взяты мододелы творения ID Software. Майк Харрингтон и Гейб Ньюилл просекли фишку в сообществе. И дали игрокам возможность модифицировать игру как душе их угодно. И уже в 1999 году Valve и Sierra организовали первый в мире шоу-кейс пользовательских модификаций Half-Life Mod Expo. И именно здесь Мин Ли и Джесси Клифф представили наработки своего мода Counter-Strike. Valve сразу же дала парням работу и выкупила права на их игру, чтобы они могли заниматься проектом под крылом Valve. Через два месяца официального релиза Counter-Strike 1.6 25 января 2001 года GameSpy зафиксировал 15611 пользователей, играющих в КС. Для сравнения, в Quake 3 Arena в тот момент играл 2931 человек, 3307, если считать с дополнением Team Arena. В Unreal Tournament 2774 человека, в Tribes 1503 человека, в Team Fortress Classic 3272 человека. В 2004 году 86% трафика всех онлайн-шутеров приходилось на Counter-Strike, а продажи игры достигли 3,5 миллионов копий. Valve удалось уловить фишку сообщества, и в 2011 году студия в своем сервисе Steam открыла мастерскую. Это был специальный маркетплейс для пользовательских модификаций. Его сутью являлось удобство и выгода. Ведь по сути, ты можешь делать свой мод и полноценно на нем заработать. Только в 2013 году Valve заплатила моддерам 10 миллионов долларов только за моды к играм Team Fortress и Dota 2. И именно с инициативой Valve множество мододелов принялись за это дело. Ведь это дало какую-никакую мотивацию. На пороге конца нулевых начала десятых на этом поприще произошел настоящий бум. Потому что технологии дошли до уровня, когда один человек без особых навыков может сделать самостоятельную игру. И модификации были одним из самых действенных и простых способов влиться в индустрию. Потому что аудитория уже есть, а площадки начинают появляться одна за одной. Ранее упомянутая мастерская в Steam. Ну а некоторые игры сегодня невозможно представить без модов. Например, The Elder Scrolls V Skyrim. Суть в том, что Bethesda вместе с релизом Skyrim'а представила Creation Kit инструментарий, чьи возможности чуть ли не безграничны. В нем можно как изменить графику, так и полностью перенастроить игровой процесс, что развязывало руки мододелам по сравнению с прошлыми свитками Oblivion. Звезды сошлись так, что Skyrim ушел в народ как игра, подвязанная на качественных и порой не очень модах. Ну или Minecraft. Игра по сути альманах самых разнообразных модификаций, а поскольку она является песочницей, вариация различных модов просто невообразимая. И сказать прямо, любая ваша фантазия вполне может быть реализована посредством самых обычных модификаций. Некоторые вообще создают отдельные игры внутри кубов, повторяя все оригинальные механики. Возможно немного топорно, но зато работает. А не так давно Mojang, студия разработчик Майнкрафта, открыла свой маркетплейс с модами по Майнкрафту, где любой желающий может подать заявку и начать зарабатывать на этом ремесле. Или например такой случай. В 2009 году вышла игра Arma 2. На самом деле ничем особо не примечательна игра, если не учитывать реалистичность показа боевых действий. Интересует она тем, что через 3 года после ее выхода в 2012 году на нее выходит мод DayZ. Эта модификация добавляет в игру элементы выживания в постапокалиптическом мире с наименованием Чернорусия. Откровенно говоря мод произвел фурор, а создатель модификации Дин Холл получил аж 4 награды за свой труд. Но самое в этом всем интересное то, что через 6 лет мод полноценно вышел в стиме как самостоятельный проект. По сути на наших глазах родилась совершенно новая игра на базе другой. Но это еще не конец истории. Ведь пока DayZ была в Альфе у нее было довольно много проблем. Одно из которых отмечали отсутствие соревновательных элементов. Точно так же думал и Брэндон Грин под ником PlayerUnknown. И он своими руками сконструировал мод на базе другого мода и назвал его DayZ Battle Royale. Название было отсылкой к японскому роману 1999 года за авторством Касюно Таками. Да, именно этот человек ответственен за все ныне существующие королевские битвы коих пруд пруди. В общем Брэндона заметила студия Blue Hall. Она дала бюджет на разработку и в 2017 году вышла PlayerUnknown Battleground в простонародье pub. Ну или например возвращаясь к тем же Valve у них есть свой игровой движок Source и фишка движка в том что он довольно гибкий в освоении. Узнав об этом 19-летний Дэйви Рейден решил его изучить и реализовать свою давнюю задумку. Что если игроки будут ослушиваться гейм-дизайнеров и вместо заранее прописанных правил начнут гнуть например свою линию. Обладая лишь этой одной идеей он смог сделать мод The Stanley Parable и его творение вышло на такой уровень что его смог заметить довольно опытный разработчик Уильям Пью. Вместе они сделали полноценную игру и в 2011 году The Stanley Parable увидела свет в сервисе Steam Greenlight. Ну а как с модификациями обстоят дела на сегодняшний момент. На самом деле времена когда крупные компании находили талантов среди мододелов уже почти прошли. Связано это с тем что юристы самых крупных издателей добиваются блокировок модов без утверждения этого у самих разработчиков. Таким образом крупные интересные моды просто перестали разрабатываться. Потому что для энтузиастов это невероятная потеря времени которая может закончиться тем что правообладатели просто пришлют тебе письмо после которого тебе нужно либо удалить все упоминания своего мода из интернета либо заплатить большой штраф и этот мод будут удалять уже представители юридического отдела. Поэтому основной поток модов сейчас это что-то не очень масштабное. В связи с этим энтузиастов находит среди тех кто создает интересные прототипы игры и рассказывает об этом в своих социальных сетях на таких площадках как инстаграм реддит тикток и ютуб. Молодые начинающие разработчики публикуют ранние билды своих задумок. Большинство из них конечно никогда не увидит свет, но это и не нужно. Разработчикам куда важнее найти потенциально взрывные идеи. Например какой-то энтузиаст создал в инстаграм страницу в которой показывает разработку своей игры. Он публикует видеопроцессы, геймплейные футажи, рассказывает историю главного персонажа, привлекает к своей игре внимание, отмечая популярные страницы, которые с радостью готовы репостнуть то, что понравится их аудитории. И после этого в комментарии к этому автору начинает приходить аудитория, которая наполняет комментариями каждую публикацию, показывая, что им очень хочется увидеть готовую игру. И они готовы даже донатить на разработку. Если представители крупной компании видят в этой, пусть пока еще даже очень сырой игре, перспективу, то они постараются заманить этого энтузиаста к себе, дать ему штат для разработки и должность, на которую он сможет довести разработку игры до конца. Например, Hellblade Senua Sacrifice. Нина Экснер, разработчик игры Heavenly Sword, создала прототип игры с названием Hellblade на Unreal Engine 4. Прототип привлек внимание разработчиков из Ninja Theory студии, известной такими играми, как Devil May Cry Enslaved Odyssey to the West. Ninja Theory приобрели прототип и сотрудничали с Экснер для разработки полноценной игры. По итогу, игра вышла и смогла получить множество положительных отзывов и наград. Или, например, Subnautica. Чарли Клингман, разработчик модификации на Unreal Engine 4 под названием Natural Selection 2 Subnautica, привлек внимание Unknown Worlds Entertainment. Компания решила сотрудничать с Клингманом для создания полноценной игры. Так и появилась Subnautica, которая предлагает захватывающий подводный мир и элементы выживания. Ну, еще как пример Rust. Гэри Ньюман, основатель Face Punch Studios, обнаружил прототип игры Rust на Unreal Engine 4, созданный Гэри Гэра. Face Punch Studios выкупила права на игру и работали с Гэром для дальнейшей разработки Rust, который стал популярным многопользовательским выживанием в открытом мире. Поэтому команда мастерской Саева ведет учеников тем же путем и выстроили обучение таким образом, что оно строится не на изучении отдельных направлений вроде 3D-моделирования или левел-дизайна, а строится на том, что каждый участник создает полноценный уровень для своей игры. Так, например, выходец с курсов Эмир Кульбатыров сделал полноценный ремейк Сталкера, а Карен Тадебасян, вдохновляясь сериалом Тима Бёртона Уэнсдей, начал работу над полноценной игрой с протагонистом в виде так называемой «вещи» персонажем руки из сериала. И дела у них идут более чем отлично. Так что, если ты хочешь стать тем, кого заметит крупная студия разработчиков, то тебе к нам на курс. А если очень хочется, но страшно, то есть тест-драйвы, на которых ты можешь опробовать себя в этом направлении совершенно бесплатно. Ну а возвращаясь к модификациям, как с ними обстоят дела на сегодняшний момент? Ну, на самом деле все просто отлично, потому что большинство современных игр работает на таких движках, как Unreal Engine, Unity, Creation Engine. Они довольно гибкие сами по себе. Единственная проблема это сами разработчики, потому что, откровенно говоря, не все пока что лояльны к модам. И несмотря на то, что таких студий единицы, это все-таки довольно неприятно. Среди них, например, Nintendo, которая борется за авторские права. Но опять-таки, это лишь единичный случай. В большинстве своем, разработчики начали предлагать разные мастерские или какие-нибудь творческие студии, в которых легальным путем можно осуществить свою задумку, при этом не нарушая авторские права. Например, Fortnite. В этой игре есть режим Fortnite Creative. Сутью является обустройство своего острова при помощи предоставленных инструментов. И на самом деле, здесь правда можно разгуляться. А сами Epic Games регулярно устраивают самый разнообразный интерактив. В основном это конкурсы, которых за победу вознаграждают денежным призом и выставлением вашей работы на главной странице, что, по правде говоря, подкупает. Но все-таки модинг как таковой все еще довольно низшивое поприще. Главной из причин того является распространение. Несмотря на то, что существуют площадки для полноценного релиза модификаций, их пока что не так много. И в основном, чтобы установить ту или иную модификацию, приходится лезть в корневые файлы игры. Но главное пока что. Потому что уже сегодня развитие пользовательских модификаций стремится в мейнстрим. А это значит, что не так долго осталось ждать момента, когда моды начнут полноценно вплетать в игры. А их разработчики наконец заслуженно получат признание и свободу заниматься своим любимым делом. Любые игры требуют инновации и разнообразия. А сами разработчики могут выгореть и топтаться вокруг одних и тех же идей. Им на помощь приходят мододелы, которые могут в инновации. Они предлагают свежие идеи и новый взгляд даже казалось бы и так на очень хорошие игры. Поэтому я со спокойной душой могу сказать, что за модами будущее. Ну а вы были на канале Мастерская Исаева. Не забывайте проходить на наши курсы. Еще услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова